всем приветики ну вот и пришло время переделать эту штуку с батареек на на питание тут оказывается как я сразу не заметил была трещина и вот эта штука имеет такой вот зазор то есть вот смотрим и видим что оно во первых плотно не прилегает а вторых оно углублено туда вон насколько такое вот углубление идет жестко здесь оно до конца ну то есть ровненько поднято кверху а здесь так вот резко раз ну то есть вот она идет а потом резко раз так и опускается еще зазор и здесь треснута это что-то как-то мне не очень нравится но сейчас мы это раскрутим читал там и ерзает не . тоже накануне держится ничего себе и я начал крути только начал крутить еще даже не раскрутил она уже совсем даже не прикручено было так она выглядит внутри его наша штука если мне посвятить фонариком я думаю она тоже будет светиться кстати можно сейчас так и сделать итак вот он мой топовый фонарик реально топовый светим красиво красиво она уже она уже светится здесь круто то что эти концы светятся можно свет погасить полностью кстати так сейчас погасим остается только вспышка мы включаем фонарик и как это выглядит вот так вот ну довольно таки красиво я бы сказал даже очень красиво то есть как то так блин это круто на самом-то деле включаем обратно так ну а теперь теперь посмотрим что мы тут имеем здесь просто пластмасска которая от батареек запускает вот эту вот лампу то есть получается приходит от батарейки сюда питание здесь когда мы щелкаем в положение он здесь соединяется контакты она через вот это вот то есть то есть отсюда идет напрямую к лампочки а отсюда уже через выключатель и здесь такая лампа огромная вот она как она все устроена отсюда напрямую отсюда через выключатель и такая вот огромная лампа которая получается я не знаю есть там внутри какой-то механизм или нету или просто лампа по идее наверно там еще какой то есть механизм который переключает эту лампу и нам надо сейчас вот это вот все соединить эти контактики не обрывая их может быть припаять новое соединить их вот с этой штукой то есть отсюда провести проводки вот как-нибудь так вот поставить допустим отсюда еще провести проводки сюда то есть чтобы она могла работать и от батарей и от от устройства зарядного и поставить вот так вот и здесь дырку вырезать под эту штуку как-нибудь я не знаю так вот поставить продана длинная слишком или как-то так вот чтобы она стояла просто не получается ровно поставить она наискосок будет но ничего страшно так вот как-то поставить что можно было и от батарейки от этой штуки запускаться если бы ты ставишь батарейки либо ты ставишь питание и все будет торчать штука такая из этой штуки есть дырка будет под эту штуку и в нее мы просто будем подключать наше зарядное устройство то есть вот наша зарядная не зарядная блок питания им просто вот к ним так вот ну вот сюда просто так вот и все будет работать так что надо сейчас включить паяльник припаять провода и как-то при это сложно будет приделать и как-то дырочку так вот назначить просто чем еще зажать ее чтобы она так держалась сейчас посмотрим что нужно придумать ну в общем что на данный момент получается я припаял провода вот один провод сюда идет 2 сюда то есть уже можно подключить что-то дополнительное вот это например да и сюда подключить устройство наша которая дает ток от сети но я хотел сделать так чтобы оно было вот так было получается вот так и работала и от батарей и была дырочка чтобы вот эта штука торчала то есть снизу хочешь батарею вставляй а так хочешь вставляй оставлять штекер вот это вот хопа так вот но суть в том что я неправильно разместил она как раз стоит посередине то есть даже если поставить так вот боком тут она красиво смотрится вот так вот я получается паяльником что дырку сделал не тут она красиво смотрится к вроде аккуратненько дырочка и торчит штекер но внутри 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 есть проблема он как раз по центру а по центру у нас должна найти лампа блин не надо а я не знаю просто получается нужно быть сбоку то есть где-то вот здесь а тогда он не будет так держаться потому что по центру он ровно стоит она если так ты же не вставишь вот так он все равно будет выпрямляться вот так вот суть в том что я его и делал я специально отмерил линейкой вот типа насколько нужно длины типа отсюда до сюда и сколько высоту и сделал так но суть в том что оно должно идти вот так а оно становится вот так потому что дырка то ровно и мне надо либо сейчас дырку как-то наклонить и высунуть вот эту штуку полностью чтобы на боком так торчало либо либо как то тогда уже не использовать батарейки а поставить сюда это был бы самый простой вариант здесь как раз уже есть дырка отрезать этот штырь вставить дырку сделать побольше вставить вот это вот сюда так вот оно как раз будет получается она будет закрыта даже можно это приклеить если я не буду использовать батарейки чем я столько же не буду постоянно батареек юзать это же батареек не не наберешься закрыть ну даже приклеить а здесь вот это вот вывести сюда и она будет ровненько идти сюда а здесь сделать вот как раз то вот здесь вот небольшую маленькую дырочку такую получается и она как раз вот будет стоять вот так а здесь вот будет выходить отсюда такая дырочка так было бы проще всего отломать вот эту штуку штуку чтоб она не мешала клеем приклеить это сюда это поставить сюда ну заранее естественно отрезать расширить дырку и прорез дырочку и просто чтоб она укратненько снизу так было бы лучше или она вот где-то непонятно где по середине дырка или она была бы вон снизу так вот ну или вот я на вот посередине такая дырка да середина и дырка такая и и и получается провод будет эти в середину как-то не очень лучше чтобы провод вот он стоит на столе допустим или провод идет вот так вот куда-то в середину будет стоять и провод такой как-то не очень или она будет аккуратненько грубо говоря вот так только чуть повыше или она будет так чуть повыше или она будет в середине ну блин уже дырку сделал она буду пытаться ну как-то доделать ну в общем вот что у меня получилось знаю что это не очень выглядит конечно на колхозе максимально жесть но тем не менее просто по-другому никак уже было тут я так сделал что с этой дыркой по-другому уже было никак она такая была что я уже никак ни туда ни обратно в общем выглядит это вот так такая огромная дырень под все вот это вот просто по-другому она цепляется мешает и не очень получается а так вот вставляем блин и она в общем стоит и уже и уже никак не мешает вот так стоит аккуратненько с краешку и вообще не мешает вот этой штуки заходить в принципе в принципе нормально так вот чем-нибудь я не знаю закрыть но чтобы аккуратненько было не видно это было и нормально торчит да и торчит так что типа как такая розетка не получится что подключается вот это вот так вот в принципе если вот это вот не не было бы таким ну сильно корявым в принципе можно было бы подумать что как заводское такая штучка торчит как раз для устройства ты подключаешь и видно что можно подключить но вот по-моему нормально даже выглядит здесь то что вот это вот некрасиво и чем-то замазать чтобы украсненько такой квадратик был то будет красиво вот осталось только соединить ну вот в общем припаял и провода провода туда прикрутил там просто не вставляет сюда перекручивается а здесь припаял контактом хотел к лампочке припаять но блин она что-то плохо появится по есть лампочку спаять то что нагреваются железки и нагревается сама лампочка сейчас осталось только вставить сюда закрыть и можно пробовать пробовать запускать сейчас я это соберу ну вот я в общем закрутил вот эту начал крутить она до конца не дошло видимо потому что она просила эта штука просела из-за этого болтик до конца не дошел она ниже чем надо стоит по идее типа он стоял как надо он бы закрутил можно но это закрутился а это как раз таки напротив этого прикольно смотрится открываешь а там два такие болтик ну и все по идее должно работать сейчас уже нужно и затестить включить это сюда а это розетку рода до розетки не дотягиваю пробовать подтянуть розетку но все в розетку вставил включаем все светит то есть можно даже уже одевать вот и все работает от этой штуки все это надо было все работает от сети уже смотрим сюда видим что батареек нету закрываем видим что идет штекер и от этого штекера собственно и работает от сети довольно таки круто получилось то есть выглядит почти что как оригинал идет такой зарядник вставляется в такую специальную розеточку и работает вот она работает такая штука прикольно меняются цвета разные всякие ну блин это круто ну в общем результат хороший я рад что у меня все получилось оно даже реально выглядит как вот оригинал я сразу расстроился что дырка там не получилось так я сейчас отключу это все сразу я расстроился что мне там пошло не так как я задумал дырка не так получилось но потом теперь вот я думаю будет что так даже вполне нормально выглядит случается вот этот зарядник блок питания заходит сюда в эту розеточку. вот он подключается в эту розеточку. вот так она будет получается. от этой розеточки она работает. она выглядит как так и надо, типа. хоть от блока питания хоть что-нибудь, я не знаю, с собой в путь взять, открыл поставил батарейки то есть вообще без проблем. все будет работать хоть так хоть так. то есть реально два варианта! если поставил бы сюда, как я говорил, все батарейки уже не поставишь. а так можно батарейки можно отсветить, и выглядит довольно-таки нормально, единственное, что, ну, немножко корявое, заклейте его чем-нибудь таким кроводатиком, каким-нибудь красивеньким, и всё, и реально будет как оригинал. В общем, круто получилось. Я доволен своей работой. Хотя сразу реально, когда оно тут не пошло, пошли наперекосяк, все эти вот дырки посередине, когда оно там торчало, не вставлялось, и было как-то не очень. Ещё был момент, что оно там не припаялось, я хотел припаять, оно отрывалось, но в итоге в конце концов, всё припаялось, всё красиво, ну, не то, чтобы немножко некрасиво, но нормально получилось, в общем, всё круто, я доволен. Вот. Такая переделка. Как-то так. На этом всё. Всем покидава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok